1 января на Первом канале показали последний выпуск седьмого сезона шоу «Голос», одного из самых рейтинговых проектов на российском телевидении. По итогам проекта победителем стал подопечный Константина Меладзе Петр Захаров. Именно ему зрители отдали наибольшее количество голосов. Певец получил заветную статуэтку в виде руки с микрофоном из рук Юрия Аксюты, возможность записать сингл в компании Universal и чек на миллион рублей. Петр признался, что шел к этому событию всю свою жизнь и считает огромной личной победой само попадание на шоу «Голос». Еще 10 лет назад ему поставили диагноз, гарантирующий абсолютную правонепригодность. «У меня был феномен, то я мог спеть замечательно, то совсем никак. При обследовании выяснилось, что у меня врожденная деформация гортани. Хрящевые соединения неправильно срослись, переплелись между собой, и из-за этого связки не так смыкаются», — рассказал Захаров. Врачи категорически запретили Петру даже думать о большой сцене. Они в один голос заявляли, что при чрезмерной нагрузке на связки с такой деформацией он может потерять голос навсегда. Несколько лет Захаров пытался найти себя в другом деле, занимался бизнесом, профессиональным спортом, организовывал кружки по самообороне и психологии, но все равно не мог забыть о своем желании петь. В какой-то момент Захаров решил окончательно изменить свою жизнь и пойти служить в спецназ, но и там музыка его не отпустила. По случайному совпадению, прямо на призывном пункте ему предложили сотрудничество с оркестром военного округа, где он стал солистом. А затем Петр все-таки принял решение петь профессионально и даже стал давать сольные концерты в родном городе. Напомним, что 38-летний участник проекта родом из Санкт-Петербурга. В начале конкурса он признавался, что с ранних лет хотел заниматься вокалом, поэтому поступил в консерваторию на отделение оперного исполнительского искусства. Захаров рассказывал, что закончил высшее заведение стройками и даже на какое-то время решил, что это все-таки не его сфера. После победы в проекте певец признался, что абсолютно счастлив и передал привет всем врачам и учителям, которые отговаривали его от занятий вокалом и пугали потерей голоса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова